Идея вот в чем. Вы, собственно, видите, на экране видите картинку, из которой, в общем, понятно, о чем пойдет сегодня речь и ради чего все это я придумал. Ради чего все это затеяно? Все это затеяно ради того, что у нас сейчас пойдет разговор про операционные системы. Разговор про операционные системы невозможен без практики на этих самых операционных системах. И если раньше нас от операционной системы волновало, интересовал только компилятор, и возможность вызвать некоторые системные вызовы, то сейчас у нас будет разговор про то, как сама операционная система устроена. И нам потребуется довольно много операций от суперпользователя. Чего я вам предоставить на сервер, разумеется, не могу. Поэтому для многих из нас наверняка то, что я сейчас буду рассказывать, это пройденный этап, и вам будет не очень интересно, и это хорошо. Но чтобы не было никаких разночтений, я хочу провести вот этот небольшой такой тренинг, чтобы там, скажем, через неделю, кажется, это будет через неделю, у нас у всех была возможность те вещи, которые мы делаем на семинаре, проделывать у себя на домашних компьютерах, где-то там, с установленной версией Linux, причем желательно у всех одинаковые, чтобы, опять-таки, не было галлюцинаций, в виртуальной машине. И сегодня мы занимаемся, как вы видите по тайтлу нашего стрима, виртуальной машиной, которая называется VirtualBox. Итак, VirtualBox. Где взять? В одном из двух мест. Если вы пользуетесь каким-то Linux дистрибутивом или любой другой операционной системой, у которой есть понятие distribution, то есть, которая состоит из различных пакетов, о чем, собственно, наш разговор в предстоящем модуле будет в том числе вести. То соответствующий пакет находится в составе вашего дистрибутива, вы его ставите оттуда, вы выполняете рекомендации по его настройке, так как принято в вашей операционной системе, и все так. Если же вы пользуетесь операционной системой, которой собственного distribution нет, и установка программного обеспечения под нее, это установка стороннего пакета, стороннего программного продукта, например, Windows, то вам надо зайти на сайт VirtualBox, кажется, com.org, и скачать оттуда соответствующий установщик и установить его. Скорее всего, вам потребуется установить его в режиме администратора, имеется это в виду, но я так понимаю, в современной винде довольно много чего нужно делать в режиме администратора, и много чего устанавливать в режиме администратора, вот отсюда его скачут. Поскольку у меня здесь ни разу не Windows, я не буду показывать, как ставить VirtualBox на Windows, посмотрите, в сети полным-полно рекомендаций на эту тему, вот, я думаю, что здесь вы справитесь. Предположим, она у вас уже установлена, эта самая система VirtualBox. При ее открытии выглядит она примерно вот так. Тут у меня, правда, уже что-то установлено, но не будем смотреть на это дело. Вот. Обратите внимание, что это не сам движок, который проигрывают виртуальные машины, а к нему интерфейс графический. Вот. Выглядит это примерно вот так. Значит, для того, чтобы начать работать с нужной нам операционной системой, нам нужно скачать какой-нибудь дистрибутивчик. Вот. Поскольку я сам работаю в компании Bazaltis, по-моему выпускам дистрибутивы линейки Altlinux, мне проще всего будет работать именно с ним. Вот. Причем, значит, давайте покажу. getalt.org.ru Заходим на сайт getalt.ru, где как раз сосредоточены основные дистрибутивы, которые мы свежие. Потому что у нас еще есть много всяких других, которые мы выпускаем. Вот. В частности, штука, которая называется Simple Linux, совершенно свободная. Никаких ограничений по ее использованию нету. Вообще никаких. Как бы классический линейк дистрибутив. Вот. Обратите внимание, существует для многих аппаратных платформ, не только для пищевковых, не только для x86-64 и x586, но и для ARM-64, для Raspberry Pi 3.4, для NVIDIA Jetson, ну, для российских процессоров, типа, Tavolga и, а что такое МК-150, я даже не знаю. Ну, и для Visk-54. Короче, для целой кучи всего. Ну, сейчас, не только для всего. Но мы с вами будем, мы уже пользовались с вами нашим дистрибутивом для этого самого МИПСа и видели, как это медленно, как медленно устроена эмуляция другого процессора на, особенно под Windows. Поэтому сейчас мы будем пользоваться парой виртуализаций. VirtualBox занимается именно этим, то есть он, большую часть кода выполняется нативно и только всевозможные ограничения, связанные с режимом супервизора, эмулируются. Вот. И скачать надо будет вот эту вот штуку, которая называется Simple Linux Live. Вот. Я ее уже скачал. потому что потому что это потому что это довольно медленно и зависит от ширины канала и вообще мы это делать все вместе не будем. Вот. Значит, я сейчас покажу, как устанавливать этот самый Simple Linux в VirtualBox и немножко потыкаю пальцем, чем там в нем можно пользоваться. И это, собственно, и будет содержание сегодняшнего стрима. Что нужно сделать? Нужно создать новую виртуальную машину. Допустим, мы нажимаем кнопочку New. Нам предлагают поставить Windows. Мы, конечно, не хотим ставить Windows. Вот. Мы хотим ставить Linux. И выбираем мы тип Linux обычную 64. Вот тут написано Alt Linux. Я предпочитаю так не делать. Не надо писать Alt Linux. Надо писать вот так. Дело в том, что потом эту виртуальную машину нельзя будет проиграть на других VirtualBox, которые не знают ничего про Alt Linux. Вот. Такие дела. Называем это как хотим. Ну, не знаю там. 9. Вот. Значит, еще раз повторяю, что скачал я этот дистрибутив вот отсюда. То есть я зашел на gitalti.org, нашел там Simply Linux. В этом Simply Linux нашел вот этот вот образ, который с Linux.ly вот. И сейчас мы его с ним и будем работать. Значит, первый шаг. Заполняем вот эту формочку. Выбираем здесь Linux 64-bit Linux. Вот. Выбираем какое-нибудь название, под которым он будет зарегистрирован. Жмем дальше. Значит, вот этот момент я бы здесь сделал 2 гигабайта. К сожалению, машинка, на которой я это запускаю, хотя нет, вот 2 гигабайта, пожалуйста, более-менее она это выдержит. Так. Жму кнопочку дальше. Здесь я выбираю создать виртуальный харддиск. То есть для нашей виртуалки будет создан файл, который будет имитировать жесткий диск для виртуальной машины. Вот. Здесь надо все по умолчанию, здесь все по умолчанию, и здесь надо выбрать вместо 8 гигабайт в 32, но так на всякий случай. 8 маловато. 32 гигабайта. Вот у нас создалась эта виртуальная машина, давайте мы на нее посмотрим, что в ней такого. Но мне кажется, что ничего лишнего в ней не должно быть. Ну вот, разве что я здесь бы поставил видеопамять побольше. Так на всякий случай. И включил бы трехмерный 3D acceleration, просто опять-таки на всякий случай я не уверен, что это на что-то влияет. Такие дела. Вот. Значит, давайте его нажмем кнопочку старт. По идее, он должен загрузиться, начать загружаться. Значит, смотрите, какая штука. Виртулбокс устроен таким образом, что он думает, что вы будете сейчас устанавливать операционную систему. При первом старте он будет устанавливать. Поскольку мы не указали, с чего его устанавливать, он будет спрашивать откуда. Ему надо в качестве исходника показать тот диск, с которым будем ставиться. Надо нажать вот здесь. Смотрите, тут включится менеджер дисковых носителей, в данном случае лазерных дисков. Понятное дело, что мы будем ставиться не с настоящего лазерного диска, а с его образа, того самого, которого мы скачали вот отсюда. Это именно он. Видите, точка ISO. Точка ISO это образ, то бишь файл, соответствующий полной копии лазерного диска, с которого можно совершать установку. И вот именно этот образ мы и подсунем его, ну скажем, вот, но только нам нужен не этот, нам нужен вот этот, с Linux ли, simple Linux 9.0 64 ISO, вот это он, вот его мы его и подсунем. Выберем в качестве загрузки этот диск, вот, вот он создает мне виртуальную машину, создает, вроде бы создает, давай виртуальную машину создавайся, что-то я не понял юмора, сейчас, секунду, что-то у меня не вышло с первого раза, пардон, давайте повторим упражнение, извините, удаляем всю эту ерунду, именно поэтому я и затеял всю эту, и затеял всю эту свистопляску, чтобы, чтобы возможные ошибки, возможные ошибки, давайте еще раз, значит, alt mp9, это linux, это 64 бита, здесь, допустим, что-то давайте попробуем, вот, поменьше сделать, памяти, виртуальный диск, здесь все нормально, здесь все нормально, здесь 32, 32, как уже говорилось, да, значит, здесь я решил, что поставлю ему побольше виртуальной памяти, видеопамяти, 64, и, по-моему, ничего другого тут и не было, давайте еще раз попробуем, должно заработать, по идее, вот мы выбираем этот самый slinux.liv, варим стар, и вот он запускается, сейчас он будет загружаться с диска, вот, значит, здесь надо не промахнуться, вместо загрузки стрелочками, вместо загрузки жесткого диска поставить liv.cd, обратите внимание на вот это вот сообщение, которое вылезает в верхнем углу, в верхнем углу, это сообщение о том, можно почитать, о том, как у вас будет происходить борьба с мышью, перехватывание, значит, чья мышь, мышь виртуальной машины или мышь вашего хост-машины, и вот это все, вот, значит, ну, вот в данный момент он грузится с воображаемого сидюка, того самого, вот, и мы видим картинку, которую мы с вами даже видели, когда пользовались, пользовались эмулятором полным, да, под MIPS, но только более свежую, мы там восьмерку ставили, а это девятка, вот это вот, значит, вся девятая линия у нас такая голубенькая, и вот тут вот лимончик, вот, собственно, вот, никакой установки, прошу обратить внимание, в данный момент никакой установки не произошло, что мы сделали, мы загрузили так называемый liv.cd, то есть живой диск, то есть загрузились с внешнего носителя, загрузили операционную систему. Кстати сказать, если вы запишите, там на сайте есть инструкция, запишите этот же образ на действительно сидюк или на флешку соответствующего размера, а размер там очень маленький, 2 гигабайтов хватит, по-моему, вот, давайте проверим, по-моему, там очень мало места, сейчас, где же это, не вижу, где были загрузки, не вижу, да, меньше 2 гигабайтов, то есть это на 2 гигабайтную флешку должно влезть, влезть за глаза, значит влезет и на 4, и на 8, и так дальше, вот, и можно загружаться с этой флешки, ничего не трогая на вашем компьютере, то есть вы загружаете Linux с внешнего носителя, работаете, выключаете, и ничего не происходит страшного, другое дело, что это медленно, флешки обычно медленные, гораздо медленнее, чем гиг, тем более медленнее, чем SSD, флешки, вот, вот мы, значит, загрузились, здесь, в общем, все более-менее понятно, вот это менюшка с приложеньками, это кнопочка запуска броузера внезапно, вот, это 4 рабочих стола, которые есть по умолчанию в этом дистрибутиве, в общем, все это не очень интересно, гораздо интереснее тот факт, что нам теперь, по-хорошему, нужно это установить, почему это нужно установить, потому что нам по ходу работы нашей практики, впоследствии, понадобится переустанавливать, удалять, и вообще что-то такое хитрое делать с нашими операционными системами, вот этими, соответственно, работать просто с LiveCD, где все пакеты заранее установлены, настроены единственным способом, и поменять это нельзя, нас не устраивает, нам нужно установить эту операционную систему в нашей виртуальной машине. Значит, что мы делаем? Тут есть внезапная кнопочка установить на жесткий диск, мы ее жмем, и начинается. Бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. Хорошо. Уйди противные. Моя батарея заряжается. Ужас. Значит, это чья батарея заряжается? Ну, неважно. Вот. Ну, давайте так сделаем. Обратите внимание на лицензионный договор. Принято считать, мы об этом сделаем отдельную, хорошую, большую лекцию, принято считать, что, ну, как принято. Лет 10-20 назад было принято считать, 20-30, что свободные программы, типа бесплатные, никакой лицензии не сопровождаются, а лицензионные, только платные программы. Это глубоко не так. Это не так по определению. Все свободные программы сопровождаются свободной лицензией, которая просто предоставляет вам много разных прав всевозможных. Вот. Вот ваши права. Как видите, там много-много всего вам предоставляется, ограничений практически никаких. То есть, это не эти самые мелкие шрифты, где написано, что вам ничего нельзя. Вот. Поэтому я смело соглашаюсь со всеми условиями. Свободное программное обеспечение. Вот. Жмем кнопочку «Далее». Здесь надо выбрать, значит, выбрать нашу, вашу, эту самую, часовой пояс. И здесь есть один волшебный момент. Волшебный момент состоит в том, дергать вот эту галочку или не дергать. На настоящих машинах, на настоящих операционных системах, которые ставятся на железке, галочку эту надо включать, потому что нормальная ситуация для Linux системы, когда часы системные, аппаратные, идут по гринвичу, а все смещение от гринвича, ну, например, переход на зимнее и летнее время, переход в часовой пояс, вот это все делает вам операционная система. К сожалению, некоторые операционные системы, например, Windows, так делать не умеют. И они непосредственно своими ручонками лезут в мозг компьютера, и каждую смену часового пояса или, допустим, смену зимнего и летнего времени производят непосредственно над аппаратными часами. Поэтому, в зависимости от того, под управлением, чего все это у вас будет происходить, эту галочку надо то нажимать, то не нажимать. Вот. Я не помню, если вы запускаете в виртуалке, надо ли ее нажимать, давайте мы ее не будем нажимать, посмотрим, что получится. Следующий этап марлезонского балета, и это самый сложный, на самом деле, этап, если вы работаете с этим в реал-лайфе, и об этом мы будем говорить в самом конце нашего модуля, это разбиение диска. Но, поскольку мы работаем в виртуалке, у нас есть 32-гигабайтный пустой винчестер, мы можем выбрать пунктик, в котором написано все удалить и разметить по новой, потому что ничего удалять там не надо, надо просто размечать по новой. Жмем кнопочку далее, нас попугали, но мы, тем не менее, нажимаем эту кнопку. Вот. Что сейчас будет происходить? Сейчас будет происходить установка всевозможного программного обеспечения на ой, нет, лучше не так. Всевозможного программного обеспечения на этот самый виртуальную машину. Как видите, это довольно долго. Вот. Пока что только 3%. И вот пока все это будет длиться, я немножко погружу вас в сопутствующие, опять-таки, теории, просто чтобы вы понимали, чего вообще происходит, когда вот эта штука происходит. Даже не знаю, на чем показать. Давайте я покажу прямо на вот этом рабочем столе. Значит, в данный момент у нас происходит установка всего вот этого безобразия на жесткий диск, но мы-то с вами работаем в варианте LeafCD, то есть у нас живая система прямо сейчас работает. Вот. Ну, давайте посмотрим на эту живую систему, что в ней такого интереса. Ну, во-первых, почему-то почти никто, кто приезжает с других операционных систем на Linux, не пользуется совершенно волшебной штукой, которая называется виртуальные рабочие столы. Вот тут их четыре штуки, да даже если их не четыре, а, скажем, две, вот, всего две, даже в этом случае, сейчас, медленно, ну, давайте тогда что ли не здесь покажу, а здесь, ну, вот, даже если их всего две, даже в этом случае эта вещь потрясающе удобная, ну, или четыре, как вот у меня здесь на рабочем столе, узнаете, да, это наш лекционный компьютер. Смотрите, что это такое? Это возможность иметь, как бы, несколько экранов, каждый из которых будет привязан к своему контексту. То есть, на этом экране у меня запущен броузер, на этом экране я сейчас запущу терминал, их тут целых два запущены, на самом деле, просто жаткий диск еще медленный на этой машине и происходит все медленно. Вот. Ну, вот, например, да? Вот запустились они оба. Вот. А этот экран пока свободный, там можно запустить, ну, не знаю, ну, не Word, вернее, а Libreuz. Идея стоит в чем? Что, например, когда вы работаете с Web, и что-то такое оттуда копируете, вы пользуетесь вот этим рабочим столом. Если вам нужно внезапно переключить ваше внимание и начать что-то такое делать, для чего вам Web не нужен, зато нужны командные строки, у вас открыты терминалицы, вы, значит, работаете с другим рабочим столом. Если вы внезапно перешли к оформлению какого-то документа, то вы подключаетесь в ничего, нервничество и так дальше, и так дальше, и так дальше. Таким образом можно распределить, так сказать, контексты по разным экранам, чтобы вам вот все эти бесконечные окна, которые в свернутом виде внутри внизу валяются, не мешали, а наоборот только помогали. Сам набор этих окон и их содержимое это и есть описание вашего контекста. Так, окей. Значит, пожалуйста, не надо набросов. Ничего платного, ничего платного в том, что я сейчас говорю, нету. VirtualBox абсолютно свободная программа для обеспечения. Значит, образ, который вы скачали, просто покажется в этом самом в браузере. Посмотрите, вот сейчас мы закончим нашу, эту самую, наш стрим. Посмотрите его сначала, вы увидите тот момент, когда я открываю браузер и выбираю нужный образ. Вас. Говорю плюс, добавить образ к менеджеру образов, он приезжает туда и я его выбираю. Я там даже ошибся и мне пришлось это делать два раза, так что вы увидите. Это к вопросу о том, как выбрать, как добавить образ в VirtualBox. Он вам предложит это сделать, когда вы будете загружаться. Вот. Почему-то этим никто не пользуется, повторяю. там, где наш VirtualBox, как у него дела? Установка происходит. Вот. О, смотрите, тем временем он систему почти полностью поставил, 68%. но тем не менее я продолжу разговор. Значит, что собой представляет операционная система, которую мы ставим на, в данный момент, на VirtualBox. Это дистрибутив на базе ядра Linux. Что означает, что в качестве ядра операционной системы используется ядро Linux, а в качестве, собственно, наполнения программной операционной системы, из которых, собственно, операционная система состоит чуть менее, чем полностью. Используют так называемые пакеты. Об организации дистрибутива в пакетном виде мы в целом будем говорить сильно позже. Вот. Но какой-то базис я постараюсь рассказать сейчас, чтобы вы понимали, как этим пользоваться. Вот. Значит, что такое пакеты? Это одним ядром сыт не будешь. Ядро, как вы помните, известно, это штука, которая выполняет программный запрос. Значит, помимо ядра должно быть какое-то количество, ну, хотя бы, хотя бы, да, помимо ядра должен быть Shell, который, да, который запускается, и вы из этого Shell запускаете какие-то команды. Кстати сказать, да, и сами эти команды тоже должны быть. Кстати сказать, такой проект тоже существует, он называется Bizybox, давайте мы на него посмотрим. если нам позволит быстродействие компьютера. Bizybox это как раз такой мега-миниминистичный Linux, который состоит из ядра Shell и еще нескольких утилит. Все. Занимает очень-очень мало места, очень мало умеет, умеет давать командную строку, значит, ну, в общем, вот типичный состав, из каких утилит он состоит. Там еще применено некоторое количество хитростей, например, в действительности Bizybox состоит ровно из одного бинарника поверх ядра, просто у этого бинарника много разных имен, и вы же знаете, что если вы запускаете программу, в rv0 к ней приезжает ее имя. Так вот, значит, когда вы запускаете Bizybox свою программу, одну единственную, в зависимости от того, какое у нее имя, она работает как соответствующая программа. Видите, тут есть и греб наш, и vi, и какой-нибудь там, не знаю, cp, и cat, ну, короче, все утилиты, которые, самые-самые базовые, которые есть в революционной системе, есть Bizybox. Bizybox это такой минималистичный вариант, он нам, конечно, маловат, нам нужно больше. Вот, помимо этого, что там происходит? Там почти закончилось. Там почти закончилось. Вот, помимо этого, нужно установить более серьезные приложения, например, графическую среду, какие-то приложеньки для пользовательских, там, броузер, да, там, офис, еще что-то. Если мы с вами занимаемся программированием, наверное, нужно установить компилятор, ну, и вот всякое-всякое-всякое, много всего. Откуда это берется? Из ничего это не берется? В случае, допустим, когда вы организуете подобную рабочую среду, там, скажем, с помощью Windows, все эти приложеньки скачиваются с разных мест интернета, ну, с тех мест, где, собственно, авторы их пишут. В случае, если мы с вами пользуемся Linux-дистригутивом, подготовкой этих приложений и, соответственно, оформлением их для устанавливаемого в устанавливаемом формате занимается сообщество, которому этот самый Linux-дистрибутив нужен именно в том виде, в котором он есть, которое готово потратить свое время на то, чтобы взять какое-то свободное приложение или даже иногда не свободное, скомпилировать его правильным образом, оформить таким образом, как это принято в данном сообществе и превратить в так называемый пакет. Пакет это и есть устанавливаемая единица программного окружения в Linux-дистрибутиве. Так, ну что тут? 100%. Вот. Соответственно, что такое установщик? Установщик, которым мы сейчас пользуемся, ровно этим и занимается. Он устанавливает ядро операционной системы туда, куда надо. Он размечает, как мы только что видели, диск операционной системы и ставит на этот диск какое-то количество пакетов, то есть программных продуктов, из которых и составляется дистрибутив. В случае Linux пакетами является вообще абсолютно все, то есть ядро это пакет, shell это пакет, файловый утиль это пакет, графическая подсистема это куча разных пакетов, библиотеки, которыми пользуются графическая подсистема, это куча разных пакетов и так далее. Собственно, сейчас ровно это и произошло. Что дальше происходит? Дальше надо установить на диск загрузчик. Опять-таки, если бы это был RealLife и вы там ставили несколько операционных систем, вам бы пришлось немножко поколдовать относительно того, кто кого загружает, но в данном случае у нас одна единственная операционная система виртуалки, поэтому мы просто тупо здесь жмем кнопочку далее со словами поставим загрузчик на жесткий диск. В случае давайте так, поскольку мы пользуемся виртуалбоксом в стандартном формате, это ровно так и выглядит. Что при этом происходит? При этом у вас в самое начало этого жесткого диска записывается специальный кусок кода, который занимается загрузкой операционных систем. Про это мы тоже поговорим в конце этого модуля. Вот, значит, чтобы было понятно вообще, и об этом мы тоже поговорим, но пока вот тут крутится этот самый волчок, чтобы было понятно подавляющее большинство просто громадное большинство программного обеспечения, которое идет в составе Linux дистрибутива, это свободные программные продукты, то есть программные продукты, которые распространяются под свободными лицензиями, вы имеете право делать с ними что угодно, включая их модификацию, распространение модифицированных версий и так далее. Очень небольшая часть это свободно распространяемые программные продукты, то есть лицензия на них иногда немножко такая странненькая, но она по крайней мере позволяет формировать из них дистрибутивы и эти дистрибутивы распространяйте по меру. Ну, например, таковы драйверы для разных волшебных железяк. Там драйверы NVIDIA, самый типичный пример, или драйверы Wi-Fi каких-нибудь ужасных. То есть вот таких пакетов, вот эти пакеты, подставляют собою именно, что исключительно свободные программные продукты. Или там, за редким исключением, свободное распространение. Казалось бы, их должно быть не так уж много, но сколько мы знаем свободных программных продуктов. Вот там Firefox, какой-нибудь, или там, не знаю, какой-нибудь Python. На самом деле их очень много. И чем дальше, тем больше. Потому что по большей части продажа программного, экземпляра программного продукта уже людям, в общем, не приносят особых денег. Деньги приносят, ну, скажем, там, эксплуатация облаков, да, покупка машинного времени в облаке, или что-нибудь такое. Вот. Я зачем зашел на сайт Packages.altlinux.org. Это как раз портал, в котором собрана информация о всех пакетах, пакетах тех самых программных продуктов, которые доступны для платформы Altlinux. и мы видим, что в репозитории, который называется CZIF, это такой текущий репозиторий, Rolling, в нем 21 тысяча программных продуктов, которые вы можете установить на свой компьютер из этого репозитория. 21 тысяча это для всего. Из них 17 тысяч для что там, бинарных, да, 10 тысяч для MIPS, 6 тысяч для риск-файла. У нас, кстати, очень неплохой дистрибутив для риск-файла. Ну, в общем, вот такое. И еще сколько-то кроссплатформных, почему здесь 21, да. Мы с вами ставим операционную систему не из Rolling дистрибутива, то есть постоянно обновляющегося репозитория, а из так называемой ветки, она называется P9, или платформы в нашей терминологии альфимирской. В этой платформе P9 доступно 18 тысяч пакетов. Вот. Чуть поненьше. Но зато они редко меняются, то есть не будет так, что после очередного обновления у вас все развалится. Наш установщик тем временем добрался до пароля администратора системы. Не покупайтесь на эту удочку, это не просто администратор. Это тот самый суперпользователь, помните лекции. Суперпользователь, который имеет право делать все с операционной системой, и вы тоже будете иметь право делать все с этой операционной системой, и ради этого все это происходит, вся эта машина. Значит, поскольку пароль у нас внутри виртуалки, он может быть каким угодно традиционный пароль 1, 2, 3. Мы все понимаем, что 1, 2, 3 это очень плохой, очень негодный пароль, поэтому понятно. Я сейчас не буду говорить о том, какие пароли хорошие и годные, просто потому, что это тема другого занятия, и кажется, кстати, она у нас была, не помню, кажется, я говорил про хорошие и годные пароли, если нет, рассказывай. Вот, поэтому мы здесь поставим 1, 2, 3. Вот, кстати сказать, хороший и годный пароль будет, если мы нажмем кнопочку создать автоматически. Вот. Он длинный, но зато можно подобрать какую-нибудь вот, пожалуйста, какую-нибудь фразу, которую вы легко запомните. Лосьон Торн Каунти. Вот, отличная фраза, но нет, давайте все-таки вернем раз, два, три. Следующий шаг, это заведение пользователя. Поскольку суперпользователь это довольно страшный человек, в Линуксе не рекомендуется в принципе работать под управлением суперпользователя, а рекомендуется изредка в него переключаться, чтобы делать административные действия. Именно поэтому на предыдущем кардере было написано, что это системный администр ну давайте заведем пользователя, пускай он называется user. имя пользователя на самом деле это входное имя и здесь нужно написать все маленькими буквами для того, чтобы не было разночтений, а вот комментарии это на самом деле имя можно написать там, ну не знаю, там. ну вот main user, да, main user это имя и фамилия, main user. Вот, та же самая ситуация с паролем этого пользователя, по-хорошему пароль должен быть хороший, например, вот такой. Ну вот, например, хороший пароль. Но мы с вами поставим пароль раз, два, три, чтобы не мучиться. дальше ситуация вот какая. Тут есть кнопочка автоматический вход в систему. А в принципе это плохая идея. Что такое автоматический вход в систему? Это значит, что вы включаете компьютер, он автоматически логинится в этого пользователя. И это плохая идея с двух сторон. Идея первая, когда вы на обычном компьютере такое делаете, любой человек, включивший ваш компьютер, получает ваши права. Идея вторая, когда вам понадобится свой пароль, вы его не вспомните. Поэтому, если вы ставите на настоящую железку, рекомендуется делать хороший пароль, и кнопочку автоматический вход в систему не нажимать. Но мы с вами ее нажмем, потому что нам так проще жить. Проще стартовать эту самую систему. Вот. Дальше, если мне не изменяет память, должно последовать, у вас осталось только два шага до конца, видите, 80-10. Должна последовать настройка сети. Так, пока это настройка сети следует, давайте мы вернемся к нашему портальчику. Вот здесь у нас список, значит, количество пакетов. Здесь у нас статистика, с какой скоростью какие пакеты пересобираются. Ну вот, например, 15 апреля в 12 часов, в 0-0 часов 12 минут, 17 секунд, сегодня утром, был собран пакет под названием UIM с вот такой вот версией. А вот этот человек, который его собирал, это представитель комьюнити, ну и сотрудник нашей компании. Вот. А до этого, за два часа, был собран вот такой пакет, а до этого вот такой, а до этого вот такой. В частности, вот этот пакет, между прочим, такой нифиговой значимости, это гид. Вот. он был обновлен до новой версии. Как видите, в чинжлоге написано, что с версии 25.2 он был обновлен на версии 25.3, и это фиксация уязвимостей, которые были обнаружены тоже буквально недавно в GT. Вот. Сколько таких людей в комьюнити, их, в общем, разное количество. Вот. Значит, в среднем по количеству пакетов, наверное, если пакет в 20 тысяч, то, соответственно, людей общих, общий объем примерно 2000, из них тех людей, которые что-то делают реально примерно 200, и из них людей, которые постоянно делают что-то таких активных, примерно 20. То есть такой 10, 10, 10, 10 объем. Ну вот. Вот эти, вот, 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 топ из этих примерно 20 людей. Кстати, вот это я. Внезапно. Вот. Я своей жизнью занимался, как тут пишут, 500 пакетами. Вот. Такие вот дела. А что у нас там по установщику? Все, говорит установщик, спасибо, никакой сетевой настройки он даже не делал. Simply Linux. Сеть настроилась сама-самой. Значит, смотрите, зарплата у нас получает существенно больше, чем 20 человек, потому что мы же не только занимаемся поддержкой инфраструктуры для нашего комьюнити, в котором сотни человек работают. Значит, у нас где-то, наверное, как раз 20, может быть, плюс-минус, разработчиков разной степени вовлеченности в дела комьюнити, потому что у нас есть люди, которые постоянно собирают пакеты, вот вы часть из них видели в этом списке, а есть люди, которые что-то разрабатывают, но оно не идет наружу, потому что в основном они там что-то пишут для заказчиков. А остальное, это понятно, что у коммерческой компании может быть остального. Менеджмент, продажники, значит, всякая там выставка, деплоймент, поддержка, вот такие люди, которые к разработке имеют меньше отношений. Остальные люди, которые входят в комьюнити, получают зарплату не у нас, они получают зарплату в том месте, где они работают, поддерживают они репозиторий, потому что им хочется, чтобы он работал, потому что их интересует качество тех пакетов, которые они поддерживают. И скорее всего работодатель отчасти платит им и за это, за то, что те пакеты, которые они сопровождают в составе Альфинукса, они сопровождают, хорошо работают. Как правило, это админы или разработчики в области сетевом, или даже нет, потому что у нас в комьюнити есть самые разные люди, есть люди, которые на самом деле преподают лингвистику или еще что-нибудь. Вопрос исключительно в том, или там есть врачи, вопрос исключительно в том, насколько человеку нужно, чтобы соответствующие пакеты работали, насколько он готов вложиться в это и насколько ему от этого моральная или какая-то еще выгода. О мотивации участия в комьюнити мы тоже поговорим в этом модуле в самом конце, когда у нас будет разговор, в принципе, о том, как устроена комьюнити. Тем временем у нас установка завершилась. Мы можем перезагружаться и посмотреть, что получится. Напоминаю, что сейчас мы работаем в окружении, которое называется Leaf, то есть мы загрузились, грубо говоря, с флешки, на самом деле с сидюка, воображаемого, а теперь мы загрузимся уже с диска. Выключаем всю эту ерунду. Естественно, это выключение виртуальной машины, а не вот выключили ерунду. Посмотрим, как у нее устроена загрузка операционной системы. Давайте посмотрим сюда. Обратите внимание, это я нажал кнопочку System. Обратите внимание, что сейчас по умолчанию последовательность загрузки такая. Сначала дискета, потом оптический диск, а потом только харддиск. Давайте мы переставим харддиск в начало, потому что иначе до тех пор, пока мы не уберем этот ESO-шник из воображаемого дисковода, он будет пытаться грузиться с него. Не забудьте это, когда будете этим заниматься, как минимум переставить загрузку на харддиск, а как максимум еще и убрать. Переставили. Теперь он будет грузиться по умолчанию с жесткого диска и нажимаем Start. Если я все сделал правильно, сейчас у нас будет происходить загрузка с воображаемого жесткого диска. вот она. Что мы здесь делаем? Здесь написано After Capture Keyboard. То есть ситуация следующая. Когда вы набираете что-то на клавиатуре, кому события нажатия на клавиатуру попадают? Вам или вашей виртуальной машине? Когда вы работаете с мышью? Эта мышь принадлежит вам или вашей виртуальной машине. Поэтому вот эти сообщения выходят. Вы можете нажать там вторую иконку, которая с зажеркнутой облачкой, тогда эти сообщения больше выводиться вам не будут. А собственно сейчас происходит загрузка. Вот. На самом деле весь лог загрузки происходит невидимым нам образом вот здесь. Я нажал кнопку Escape и снял занавеску. Но об этом мы тоже поговорим чуть позже. и вуаля. Вот это уже ваш личный Linux, с которым вы можете работать, с которым вы можете делать что хотите. Вот. Например, обновлять его, устанавливать пакеты и так дальше, и так дальше. В этом вашем личном Linux вы можете например стать суперпользователем пароль раз два три как вы помните и делать вообще все хотите, в том числе убить его, превратить его в тыкву, сделать много всяких деструктивных действий. Значит чтобы эти ваши деструктивные действия не привели к печальным последствиям, надо воспользоваться еще одной функцией VirtualBox, которая называется Snapshot. Для этого мы машину выключаем, жмем вот на эту кнопочку и видим кнопочку Snapshot. Snapshot это такие снимки состояния виртуальной машины, которые можно запасать и в случае чего восстанавливать. Ну смотрите, берем и делаем Take Snapshot. Что мы говорим? Мы говорим, называем его, говорим, что это JustInstallet. То есть мы только что поинсталлировали нашу операционную систему и если у нас таких Snapshot очень много, можем даже написать более развернутое описание, прям как в гидкомиссии, более развернутое описание, что именно мы собираемся делать, зачем мы именно сделали этот Snapshot. Нам хватит этого. И вот смотрите, у нас получается такое дерево, которое состоит из Snapshot и текущего состояния. Предположим, это текущего состояния мы запортили каким-то образом. Вот мы нажали Start, вот у нас загрузилась наша операционная система, вот, и мы вошли в суперпользователя, вот, я выключу эту штуку, вошли в суперпользователя и какую-то обратите внимание, что я включил такую штуку, которая называется Mouse Capture и теперь вот я, а, нет, нормально, я ее включил, но она работает. Вот. да, я включил эту Mouse Capture, теперь при попытке что-то нажать на экране, на экране этого самого виртуальной машины, я даже курсор не вижу, пока она сама не нарисует, я его не увижу. Зря я это сделал, конечно. А главное, не знаю, как отжать обратно. А, стой. А, Right Control, вижу. Ну-ка. Вот, смотрите, справа внизу написано, что для того, чтобы, для того, чтобы, пардон, сейчас я на другой машинке это сделаю, для того, чтобы справиться с ситуацией, когда у нас мышки не видно, выйти из этого положения, нужно нажать именно Right Control. Ну, давай же. А, у меня сетка сдохла. Нет? Нет? Ой. Ну вот. Ну вот. Черт. Я просто мышку, почему-то не... плохо так, ладно значит внимательнее надо было читать сообщение я почему-то мышки не вижу давайте перезагрузим что ли я поясню почему у меня такие проблемы в действительности вот это окошко оно у меня на другом ноутбуке смотрите сейчас покажу вот он этот ноутбук на котором все это происходит а я к нему подключился дистанционно и кто-то из вот этой цепочки виртуальная машина удаленный доступ клиент удаленного доступа кто-то из этой цепочки немножко попутал значит немножко попутал чья мышь и теперь видите я страдаю ну собственно я близок к концу сейчас мы его выключим и включим на самом деле я думаю что все будет хорошо а нет надо было выключить и выключить черт о вот все рад control ну вот значит нам осталось не так уж много времени давайте посмотрим о некоторые даже спасибо большое некоторые даже знают что control h это освободить захват спасибо дорогой я просто проблема в чем почему я вообще решил вот такую значит странную матрешку да запустить virtualbox там показывать его тут дело в том что я-то virtualbox не пользуюсь уже очень давно да значит я-то virtualbox не пользуюсь очень давно потому что помните значит в начале семестра у нас была машинка виртуальная куему которая полный эмулятор всего но дело в том что куему не обязательно полный эмулятор куему также бывает и паравиртуализатором и собственно в этой части в отличие от virtualbox именно в виде паравиртуализатора она используется в промышленности вот я не видел ни разу дипломента virtualbox в качестве промышленного сервера virtual а куему используется ну например мазон ну точнее куему квм вот другое дело что вокруг этого там навершены их коммерческие фигни всякой но фишка состоит в том что virtualbox это такая игрушечка да а куему это такая штука клевая вот значит куему поддерживают гораздо больше ну точнее не сам куему а обертка вокруг нее которая называется вирдменеджер поддерживает гораздо больше интересных штук просто она такая немножко линук специфика поэтому я решил про нее не рассказать ну вот значит да вот вернулся нам наш курсорчик вот и все значит что еще нужно знать про про управление операционной системой чтобы потом чтобы потом что-то делать с домашними заданиями которые будут именно операционной системой ну например обратите внимание что он полез в интернеты и сказал что знаете за то время как была выпущена вот этот дистрибутив simple linux в девятой платформе произошли изменения и вот столько пакетов было бы неплохо обновить вот можно с этим соглашаться можно это игнорировать это дело ваше но устанавливать пакеты мы все-таки должны уметь об этом у нас будет отдельная лекция вот или может быть отдельная практика значит наша задача на сегодня это зайти значит установить на свою машину virtualbox или если вы большой мостак других систем виртуализации другую систему виртуализации но в ней должно работать установить в эту систему виртуализации вот отсюда simple linux опять-таки если вы берете на себя ответственность установить какой-то другой linux флаг вам в руки если вы в нем больше разбираетесь бога ради но мне будет сложнее отвечать на вопрос почему не работает сразу предупреждаю что сложнее всего отвечать на вопрос почему не работает Ubuntu несмотря на реально простой интерфейс и всемирную популярность именно дистрибутив Ubuntu обладает таким свойством что его сближает немножко с вендой обладает таким свойством что при попытке хотеть от него чего-нибудь нестандартного а мы с вами будем хотеть чего-нибудь нестандартного он часто ломается и требует участия специалиста по лечению интересный вопрос давайте мы обсудим это где-нибудь отдельно например в телеграмке Арсен с Холос Кастель там ситуация довольно сложная вот окей значит да так вот значит наша задача установить 9 симпли в вертолбокс добыться того что он встанет у вас и убедиться что у вас вы можете добыть супер пользователя когда у нас будут подобного рода практики в следующий раз я подумаю как проводить стримом или каким-то другим образом может быть зумом может еще чем-нибудь но у вас должны быть рабочие версии 9 симпли линукса чтобы то что мы с вами делаем вы могли бы повторять у себя на компьютерах вот это и будет ваше домашнее задание если есть какие-то вопросы давайте задавайте Артем вопросы такого уровня лучше мне кидать в личку мы с вами обсудим и на этом наверное я заканчиваю вот потому что это все что я хотел чтобы у вас было и это домашнее задание эти вещи нам понадобятся для практикума по модулю операционной архитектуры операционной системы такие дела значит ну видимо я сейчас несколько минут блаблакаю а вы в это время задаете вопрос потому что у нас стрим как обычно отстает значит что касается бла-бла что касается бла-бла ой нет закрывать окно не надо процесс все еще работает наверное вот так надо в этих самых виртуальных машинах можно будет выполнять в том числе и домашние задания по программированию нахи но это вас не избавляет от необходимости потом все загружать на сервер почему потому что у нас отчетность такая по практикому загрузка на сервер вот кроме того значит возможно я пока еще не готов это утверждать возможно у меня будут некоторые требования к тому что вы делаете к отчетности по тому что вы делаете на виртуальных машинах вот так что будьте готовы к тому что короче чаще делайте снапшоты ну или вернее так делайте снапшоты будьте готовы к тому что ситуация а у меня виртуальная машина сломалась и все теперь разломалось ничего не работает ну это как это я дипломную написал но у меня винчестер сгорел да вот нет так что выкаптись запасайте запасайте те истории которые ту историю решения домашних заданий которые будут вот это все так я вижу что никаких вопросов пока не поступает кроме всяких утверждений от Артема поэтому наверное теперь тогда все значит мы машинку выключаем вот кстати сказать компьютер с которого происходило сейчас запуск виртуалки не такой уж и мощный вот давайте сейчас я вам покажу какие его параметры я к тому что я к тому что это не моя рабочая машина с которой я обычно с которой я сейчас веду вещание это именно я вам ее показывал ноутбук он всего лишь четырехъядерный вот это Core i5 двухсполной гигагерцовой и на нем по-моему всего 4 гигабайта памяти 4 гигабайта памяти часть из которой уехала в этот сам в видеопамять в Intel так что как видите довольно быстро все это да и на нем не SSD а настоящий жесткий диск медленный так что как видите довольно быстро все это происходит на совершенно линейном компьютере чем в общем это отличается от того QEM который мы запускали с полной эмуляцией вот он был медленный все его